коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель не в завершении темы работы от лимитного участника от лимитом уровня разберем что делать если сделка не идет по сценарию то есть на тех примерах которые давал первая ситуация когда мы работаем пробой и вторая ситуация когда мы работаем отбой что мы ждем мы уже понимаем разобрали и вот как нам действовать если не происходит то чего мы ожидаем сегодня без примеров схематично покажу и расскажу свое видение на теле иные ситуации значит начнем по порядку первая картиночка у нас была на пробой мы подходили к уровню поджимали в наличии крупная лимитка которая кончается то есть каждый подход к лимитному участнику к лимитной заявки отрезает от него кусочки и мы ждем импульса при выходе в пробойную плоскость у меня на примере случилась следующая ситуация мы вышли в пробойную плоскость затем нас вернули обратно не случилось до обратного импульса и мы стоим то есть сделка открыта но мы в около нуля скажем так находимся и происходит следующий инструмент обратно идет к уровню то есть мы получается видим не удавшийся да по сути дела ложный пробой то есть это вероятнее все-таки не манипуляция и движение будет продолжена в данном случае перенос стоп лосса ближе и увеличение объема что сделал я в надежде до в ожидании на дальнейшее движение то есть есть некий багаж знаний который подсказывает мне что если у нас происходит манипуляция без обратного хода в предпробойной плоскости то вероятно сделочка будет продолжена опять таки есть на то соответствующие факторы такие как отсутствие реакции на ложный пробой а это он и есть как ни крути значит здесь это один вариант действий до данном случае добрать в продолжении но бывает ситуация когда инструмент начинает пилить и например стоп не цепляют но и тейку мы не идем я если вижу распил то есть когда мы там два-три раза пересекаем уровень и происходит там закрытие бара пятиминутном вверх вниз вверх вниз я изыскиваю возможность закрыться около 0 то есть либо в микро плюс либо в микро пли минус для того чтобы минимизировать стопы потому что главное не терять на дистанции и если сделка не идет так как я ожидаю то есть вариант сэкономить один стоп лосс статистике отмечаю для того чтобы когда будет опять-таки до несколько таких ситуаций они друг друга будут нивелировать то есть что-то мы закрываем в небольшой минус что-то закрываем в небольшой плюс что-то там в ноль получается да есть комиссионные расходы без этого никуда но в целом это не столь существенно сказывается чем заработок скажем так лишних стоп лоссов то есть одна ситуация мы выходим в около 0 есть немножко он посложнее в расчетах способ как действовать с позиции когда мы сильно не уходим там до тейка не достаем и начинаем движение обратно к уровню то есть мы уже сколько-то прошли есть возможность применить такой прием как обесценивание позиции что это значит мы закрываем в плюс тот объем и оставляем малую его часть чтобы случае если нас вытащат на стоп лосс у нас в целом по сделке получился 0 то есть грубо говоря у нас там стоп три пункта мы прошли условно 6 а нам нужно 9 и нас начинают вкатывать обратно плюс 4 пункта закрываем там 60 процентов позиции или там 50 процентов позиции если нас вытащат на наш стоп лосс то результатом сделки будет там тоже около 0 это тоже как один из вариантов самое простое если мы не идем и не доходим до тейка начинаем возвращаться закрыть сделку полностью то есть пусть это будет не три к одному пусть это будет там два к одному полтора к одному но это не стоп лосс и не без убыток опять-таки нужно накопить некий багаж сделать для того чтобы понять вот такие условия какому результату приводят на дистанции если вы ну я за получается как бы чувствовать да вот движение в зависимости от характера хода либо там кто-то смотрит стакан перемещение объема стакане если это мы начинаем вкатывать но стоит уже лимитка на покупку крупная либо там скопление лимитных заявок на покупку ее существенный объем можно сделочку оставлять и ждать какого-то отката и перехать нашему теку то есть это дополнительные инструменты ну вот в вакууме действия такие то есть мы либо закрываемся сразу если не идет либо частично фиксируем для того чтобы обеспечить безубыток в случае если нас вычет на стоп лосс ну и третий вариант ничего со сделка не сделать не делать и ждать исполнение стоп лосса либо так профита если мы набиваем статистику нарабатываем статистику значит другой вариант в работе в пробой когда после того как одну лимитку разобрали происходит манипуляция на затаскивают обратно и вновь появляется лимитка на том значении того же объема то есть это может быть просто алгоритм не успел отработать такие ложные пробои как правило но они совсем не глубокие нас тут же возвращают обратно под уровень если так то здесь действие только одно закрываемся по рынку потому что укловод в деле до крупный участник манипулирует и набирает себе позицию дальнейшие его действия нам неизвестны будет какая-то реакция будет новое поджатие разберут эту лимитку будет новая сделка и все и . если после ложного пробоя уровня лимитку разобрали и лимитка появляется вновь выход по рынку автоматически не нужно ждать здесь подхода какого-то и крыт пытаться крыться в около 0 сделка не пошла не нужно ждать и тянуть на стоп лосс значит это варианты действия в при работе пробой если мы рассматриваем отбойные сделки например у нас есть там лимитный уровень и мы подходим к лимитному и работаем отбой то есть лимитная заявка достаточно крупная для того чтобы сдерживать весь натиск продавца и удерживать цену от дальнейшего снижения если мы видим такую ситуацию и у нас там есть выравнивающий бар либо там поджимались и слом поджать и то есть опять выравнивание мы ставим свою лимитку чуть выше в надежде что ее зацепит и мы уедем на take profit бывает ситуация что нас цепляет и начинает формироваться опять поджать и от лимитки начинают отрезать куски в данном случае единственным верным опять-таки будет решением закрываться по рынку пока мы не проковыряли лимитку потому что если мы лимитку проковыряем вероятнее всего будет импульс и тогда вот этот стоп лосс который мы ставим сразу за лимитку часто будет скользить если будет здесь проскальзывание то мы получим большой убыток сильно больше того чем мы предполагали потому что вход от лимитного участника предполагает самый короткий стоп из возможных да там буквально на несколько тиков 12 если мы там говорим о криптовалюте инструментах которых узкий спред короткий стоп это больший объем и если мы с большим объемом поедем на далекий стоп то мы получим неприятные последствия для нашего депозита поэтому если сделка от лимитки идет не по плану не бойтесь выходить не терять не ждать когда нас вытащат на стоп лосс и это относится не только к сделкам когда мы работаем там от лимитки крупные лимитки если там пробойная сделка не идет по плану мы начинаем пилить действуйте не ждите да то есть когда есть опыт есть понимание статистики как работают те или иные ситуации действуем по той методике которую мы должны определить себя опять таки на основании статистики не нужно ждать лишних стопов если нас тащат к стоп лосса и мы там спрятались например за какую-то на торговочку инструмент начинает идти сквозе на торговку не нужно ждать что вот мы здесь остановимся и выживет наша сделка и мы там заработаем но что и профит сделка не идет не идет по сценарию не стесняемся закрываемся не получаем лишние стоп лоссы вот на сегодня все всем удачи используйте стоп лоссы и будет с вами профит пока пока